Субтитры делал DimaTorzok 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 Я не случайно сказала, что это граждане маломобильные, то есть здесь возраст нет ограничений. Это могут быть и молодые инвалиды, это могут быть и граждане пожилого возраста. Люди, которые по состоянию здоровья имеют какие-то ограничения. Поэтому услугами пользуются активно самые различные категории нашего района. Услуги санатория на дому могут предоставляться и бесплатно, по частичной оплате и по полной оплате. Это здорово. Конечно, это здорово. То есть люди могут получить, у которых доход небольшой, они эти услуги получают совершенно бесплатно. А как определяется, если телезрители сегодня, смотря наш эфир, захотят получить эту услугу? Как вообще получить ее? Как куда прийти? И как понять, какой доход? Маленький, большой? То есть такая простая конструкция. Значит, сразу хочу обратить внимание, что приходить к нам в учреждение не нужно, потому что люди, не случайно я сказала, что люди имеют какие-то заболевания. Они не могут прийти и приходить не надо. Достаточно позвонить в наше учреждение, и специалисты приедут сами на дом к гражданину. Значит, также мы оповещаем, мы разъясняем о нашей работе. У нас есть такое, скажем так, направление работы, как работа на микроучастках. Наши социальные работники работают во всех уголках нашего округа. То есть в каждом населенном пункте у нас есть отделение социального обслуживания на дому. И социальные работники, они доходят до каждого. Они знают уже, это граждане пожилого возраста, эти граждане имеют ограничения здоровья. И они рассказывают о наших направлениях в работе, о наших каких-то новых формах. И в том числе о санатории на дому. То есть предлагают, рассказывают, говорят, что вы знаете, у нас есть такая служба, вам можно и, конечно, проделать какие-то процедуры. То есть они рассказывают, разъясняют наши специалисты, а уже команда специалистов, в том числе и медицинских работников, выезжают непосредственно по сигналу, когда люди обращаются к нам. Выезжают на дом, смотрят, самое главное, хочу обратить тоже внимание, это назначение лечащего врача. То есть в комплекс санаторий на дому входят медицинские услуги. А медицинские услуги обязательно должны предоставляться только по назначению врача. И лучше, когда это лечащий врач, потому что он знает заболевание, он знает диагноз человека. И мы вызываем лечащего врача, он приходит и делает назначение. Только уже после этого приезжают наши специалисты. В штатном расписании у нас есть свой терапевт, у нас есть врач-физиотерапевт, который делает назначение уже конкретное, какой массаж, какая интенсивность, какой тип массажа. У нас есть инструктора по плаванию, правильно сказать, инструктора адаптивной физкультуры. Просто почему я сказала по плаванию? Потому что у нас отличная база, которая находится в районном центре, социально-оздоровительное отделение. Ну и, конечно, там тоже большой участок оздоровительных услуг, и там ведется большая работа. Но это для тех, которые активные, которые приходят к нам. А для граждан, которые маломобильные, которые не смогут прийти, выезжает команда специалистов. Смотрят назначение врача, как я сказала. И дальше составляется индивидуальная программа. Для каждого индивидуальная она, потому что заболевания самые различные. Ну, с учетом нуждаемости человека. То есть мы можем предложить адаптивную гимнастику с элементами реабилитационной техники, реабилитационного оборудования. Это эспандеры, это велотренажеры, это мячи обыкновенные. У нас специалисты предлагают пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз. Самую простую гимнастику. К сожалению, бывает так, что гражданам нужно показывать, как эти упражнения делать правильно, чтобы был эффект. А чем отличается санаторий на дому от реабилитации? Потому что сейчас мы знаем, что очень большое внимание уделяется этому направлению. Вы сказали, верно, заметили, что в рамках национального проекта «Демография» уже давно реализуется и в столице нашей Родины проект санаторий на дому и реабилитационный центр. В чем же разница? Почему многие не видят ее, не совсем понимают? То есть реабилитация – это какой-то комплекс определенных услуг. И вот санаторий на дому, и как с точки зрения финансов здесь гражданам понимать, куда, в каком направлении идти? Комплекс услуг санаторий на дому самый различный, и он зависит от нуждаемости человека и от заболевания. И санаторий на дому, все-таки, мне кажется, что здесь процедуры, они направлены на улучшение состояния здоровья, на поддержание здоровья. Репилитационные услуги уже непосредственно получают люди, у которых тяжелые диагнозы. Это инсульт, это переломы. А санаторий на дому могут люди обратиться те, которые имеют болезнь суставов, которые, может быть, у них остеохондроз, у них болит спина. То есть вот такие заболевания, которые мы на какой-то период, по крайней мере, можем сделать так, чтобы здоровье улучшилось у людей. То есть и ходить никуда не надо, не в поликлинику, просто вызвать и сказать, что вот есть заключение от терапевта, сказать, что есть там остеохондроз или назначение. То есть это будут, например, какие-то эндокринологические заболевания или иные, и, соответственно, уже там принимается решение. Все правильно, все правильно, именно так. И уже дальше разрабатывается сам комплекс услуг. Это могут быть самые такие простые переносные приборы физиотерапии. Это мы используем. И всегда, вот знаете, наш санаторий на дому отличается от других тем, что мы всегда включаем массаж ручной для людей. Потому что у нас есть массажист, медицинская сестра по массажу. Ее ручной массаж, он более эффективный. Вот. И, конечно же, гимнастика. Обязательно гимнастика. И, знаете, наша задача еще, что вот сам курс, он рассчитан на 10 дней. Но наша задача, когда уже закончится курс, чтобы люди самостоятельно делали гимнастику и делали упражнения. Потому что бросать сразу уехали специалисты, и человек забыл обо всем, и ничего не делает, и перестает делать. Наша задача, чтобы все-таки люди занимались самостоятельно. А для этого, конечно, должно быть желание, должен быть интерес, мотив обязательный. Для чего? Вы, наверное, замотивировали сейчас наших телезрителей заняться собой, и не только, конечно, в качестве санатория на дому, но все-таки делать зарядку, вести здоровый образ жизни. А скажите, вообще эта программа, она на что нацелена, и когда она начала реализацию свою вообще в нашем регионе? Потому что понимаю, что сначала федеральный центр стартует, и дальше уже регионы. Вот с какого года это реализуется? На базе нашего изобильнического центра социального обслуживания эта программа начала реализоваться с 2019 года. Именно тогда, когда была разработана краевая программа «Активное долголетие». Хотя немного раньше, с 2014 года, мы использовали элементы вот этого комплекса санатория на дому, но это было такое узкое направление. У нас был массаж на дому. Просто одна услуга. Вот. А сейчас, конечно, это совершенно другой проект, это комплекс услуг, это различные процедуры, и, конечно же, это все-таки лучше. Вот еще телезрители интересуются, например, санатории, в которые выезжаешь, да, самые главные процедуры, как правило, ванны, кислородный коктейль, например, прогулки, больное лечение, ну и, конечно, чем славятся наши кавказские минеральные воды. А здесь есть в планах что-то такое вот добавить новое? В начале нашей беседы вы сказали, что вы постоянно проходите так называемую модернизацию программ, вы стремитесь что-то новое вот разработать, чтобы людям было еще лучше, еще комфортнее. И после лечения, конечно, им еще больше захотелось заниматься собой. У нас наш врач-терапевт, он дает консультации пожилым гражданам по правильному питанию, то есть диетическое питание. Как нужно питаться? Питание должно быть полезное, правильное, диетическое. К сожалению, не всегда все-таки мы, да и пожилые люди правильно питаются. Поэтому наш терапевт прошел обучение по направлению диетическое питание. И вот такие консультации она рассказывает, она разрабатывает и подсказывает, как нужно все-таки правильно соблюдать вот эту диету, скажем так. Также назначает минеральную воду. К сожалению, минеральных ванн у нас нет, но она, наш терапевт, рассказывает о том, что есть минеральная вода, которую можно приобрести, которую можно купить. Вода самая разная, сейчас количество огромное. И вот она подсказывает, минеральная это вода или это вода какая-то лечебная. То есть вот об этом она тоже рассказывает, потому что заболевания желудочно-кишечного тракта тоже присутствуют. А вот скажите, если, например, пациент хотел бы пройти вот эту вот услугу, получить санаторий на дому, у него есть онкологическое заболевание, предположим, да, но человек хочет, понятно, что у него есть противопоказания к массажу, но ему вот необходимы какие-то иные там услуги, например, взять кровь, посмотреть, вообще сделать так называемый чекап, может ли он этим воспользоваться? Были такие примеры или это уже отдельные какие-то учреждения, которые вот направлены на оздоровление? Знаете, были у нас такие примеры, и действительно сейчас онкологические заболевания, они имеют место быть. И поэтому обращение есть таких граждан с такими заболеваниями, мы им не отказываем, но если есть противопоказания, мы просто корректируем перечень услуг. Если ему чего-то нельзя, может быть, нельзя магнитотерапию, то есть те упражнения, то оборудование, при помощи которого они могут заниматься. Поэтому в любом случае мы подберем для каждого человека то, что ему нужно. Еще важно, вы заметили оборудование, конечно, наверное, материально-техническая база сегодня играет вообще ключевую роль в качестве указания услуг. Скажите, что удается сегодня приобрести? И вот, наверное, краевые власти, а может быть, есть какие-то иные партнеры, которые помогают центру все это реализовывать, и вот тем более с выездом на дом. Знаете, все мероприятия, которые входят в комплекс данной программы, они, конечно же, финансируются и из краевого бюджета, и из федерального бюджета. Ежегодно пополняется материальная база нашего социально-оздоровительного отделения. Мы закупаем оборудование, самое различное, от простого до чего-то сложного. Вот буквально недавно приобрели велотренажер. Люди, которые после инсульта, и у них нарушена двигательная активность, очень помогают. Есть механические, есть электрические. Тоже зависит от того, что нужно, и от диагноза, какой именно инсульт. Он бывает разный. Вот, поэтому финансирование ежегодное у нас идет, и, знаете, это не только оборудование, это и очень важно обучение наших работников. Обучаются каким-то новым методикам. Это зарплата наших работников, которые работают в штате. И, вы знаете, какие-то методички, какие-то программки, которые нужно приобрести, изучить и найти что-то интересное, что-то новое. А кто ваши работники? Наверное, все-таки люди, которые занимаются такими очень важными, социально важными вещами, конечно же, это вот поддержка и помощь населения, тем более на дому. Вообще, как они? Это призвание, это действительно какие-то специализированные профессии. Вообще, откуда берутся кадры именно для этой сферы? Ну, совершенно верно. Кадры решают все. И это очень важно, когда работают люди, люди, которые отдаются своей работе, люди, которые работают с душой, которые любят свою работу. Я могу смело сказать, у нас такие работники. И работники самых разных профессий. Это и социальные работники, это и медицинские работники, это специалисты по социальной работе. Конечно, у нас женский коллектив, больше работников женского пола, но у нас есть и мужчины, это инструктора. И они к нам приходят и, вы знаете, тоже работают не менее ответственно, с душой. И, да, в нашей работе надо иметь все-таки такие качества характера, как милосердие, доброта, понимание, человечность. И, вы знаете, у нас все-таки, несмотря на то, что дефицит кадров, конечно, сейчас... То есть вы приглашаете, да, уже в эфире, чтобы вот как раз эти кадры приходили... Мы будем очень рады, мы будем очень рады, мы ждем и молодых наших работников, которые после института только приходят. У нас, я хочу сказать, много различных профессий, я думаю, мы каждому можем что-то подыскать, поэтому... Вот сегодня для наших телезрителей есть возможность трудоустройства и, собственно говоря, помочь и обществу, и, конечно же, людям, которые в этом нуждаются. А вот скажите, сегодня вообще какая-то есть, наверное, услуга, которая больше всего востребована? Вот особенно сейчас тоже обращу внимание, сейчас очень непростое время, много вызовов. И, конечно же, сегодня получают, как я уже сказала, и реабилитацию, но здесь больше вот участники СВО, те, кто действительно получили какие-то ранения, серьезные, несерьезные, ну, малозначительные, если говорить, там, может быть, ампутации и так далее. А вот есть ли какие-то такие примеры людей, которые не просто вот, ну, пенсионер, да, например, а это человек, который работал, да, но в силу каких-то обстоятельств, он, возможно, получил производственную травму, возможно, он просто вот, ну, устал, и есть у него физические какие-то нарушения, которые не позволяют продолжить ему работу. Вот как вам удалось благодаря санаторию на дому помочь хотя бы вот не на продолжительный срок, но восстановить человека? Потому что многие отмечают, что после нашего посещения санатория они чувствуют себя абсолютно по-другому. После вот Кавказских минеральных вод, то есть как будто ты заново родился. Вот здесь есть какие-то такие, может быть, примеры людей, которым действительно это вот очень-очень помогло вот в таком формате, который вы предоставляете? Именно ваш район, ваше муниципальное образование. Да, у нас есть такие примеры, и, вы знаете, вот в городе Изабильном у нас обращался к нам человек, которому нужна была помощь. Он не пенсионного возраста был, и у него случился инсульт. Вот. Он не мог продолжать дальше работать. Мы приезжали к нему на дом. И, вы знаете, показали, какие у нас есть комплексы упражнений, которые помогут всё-таки восстановить конечности. Заниматься нужно каждый день. Это труд. И опять тут важна мотивация человека. То есть у человека случается беда, он расстраивается, у него наступает депрессия. И здесь вот такой психологический момент. То есть мы должны заинтересовать человека и найти мотив, то есть для чего ему нужно это делать. Потому что бывает так, что опускаются руки, ноги, я не хочу ничего делать. То есть для чего? Кто-то любит рыбалку. И, к сожалению, раньше он ездил, а сейчас он не может поехать и позволить себе вот такое увлечение. Кому-то нужно всё равно найти какую-то работу. И где-то, может быть, даже за компьютером, а руки плохо работают. Поэтому у нас есть такие примеры. Мы разрабатывали комплекс упражнений. Изначально, что интересно, человек, вы знаете, казалось бы, а зачем нам комплекс упражнений? Сейчас есть интернет, и можно найти очень много там различных методик. Но, однако, нет. Он изначально делал неправильное. Он интенсивность, он не знал, какая должна быть. И он делал очень усиленно. Вот, открыл интернет, открыл эти странички и смотрел, и как бы занимался. Когда приехали мы, наши специалисты, и показали, рассказали. И мы очень, знаете, активно раньше работали, да и сейчас, с благотворительным фондом «Старость в радость». И вот я знаю, что они нам помогали, вот, методический материал давали нам именно для граждан, которые хотят оставаться самим собой. Так и назывался проект. И нужно заниматься с этими гражданами. И там были разработаны комплексы упражнений. И мы показывали, мы показали эспандеры. У нас были такие специальные, такое оборудование, куда вставляются вот пальчики. И вот, как бы, занимаются. И, да, я не скажу, что это сразу стало легче, что человек сразу почувствовал изменения. Но, вы знаете, это длительный процесс. Это нужно постоянно этим заниматься. Но улучшение есть. Улучшение есть, есть желание заниматься. А это самое главное. Конечно, это самое главное. И сегодня, наверное, вы, когда сами видите результат ваших пациентов, те, кто действительно после этого всего прохождения курса полноценного, 10-дневного, получают уже дальше возможность, все-таки мотивацию дома заниматься собой и своим здоровьем. Это, конечно, очень дорогого стоит. Да, результат – это важно. И мы не ждем результатов таких сразу. Вот, действительно, правильно вы сказали, приезжаем в санаторий из Кавказских минеральных вод. Мы чувствуем вот эту свободу, мы чувствуем отдых. Здесь, может быть, немножко другие чувства. Но, вы знаете, они не менее приятные, потому что человек общается, человек виден, видно, что он стал улыбаться, он старается. И если есть незначительные какие-то улучшения, то можно обращаться еще раз, два раза в год. А, то есть неограниченно? Да, да, можно обращаться, собираем документы, смотрим и записываем человека. У нас есть график именно услуг предоставлений. И потом ему сообщается дополнительно, когда, какого числа к нему приедут. То есть повторять это можно, тем более, если эффекты есть, а это очень хорошо. И у нас еще есть очень такая цель. Знаете, у нас есть прекрасная возможность граждан, которые улучшили свое состояние здоровья, возить в районный центр, где есть хорошая материальная база. У нас в Изобильевском районе есть бассейн на базе социально-оздоровительного отделения. И нашим пожилым людям повезло. Они могут плавать. Они получают плавательные сеансы. И вот для того, чтобы возить этих людей, а населенные пункты у нас, вы знаете, район очень большой, населенные пункты сельские, это хутора, есть отдаленные от районного центра. У нас есть специальный транспорт. Опять-таки в рамках национального проекта «Демография» мы его приобрели. У нас две специализированные машины, которые не очень они большие, но там есть подъемник для инвалидов, то есть кресла. Мы можем возить инвалидов-колясочников. И шесть мест. Мы маленькими группками возим людей из сельской местности в социально-оздоровительное отделение. И это совершенно бесплатно. А как записаться, если наши телезрители хотят, ну вот жители вашего района? То есть это только для жителей вашего района, да? Нет, такой транспорт есть и в других центрах социального обслуживания. То есть по всему краю? Ну в сельских, да. В городских эта программа касалась именно сельских учреждений, вот, где есть сельские поселения, где есть села, где есть хутора. Я думаю, что жители из Абельницкого округа как раз сейчас очень активно будут пользоваться этой услугой. А как вообще вот записаться для того, чтобы поехать? Можно позвонить, можно передать чейсоциального работника. То есть достаточно какого-то обращения сигнала. Опять-таки повторяю, не надо приходить. Люди пожилые, люди больные. Мы находимся не в центре нашего учреждения, а немножко вот подальше от центра города. Поэтому приходить не надо. Мы сами можем и оповещать. У нас есть районная газета, и мы часто отдаем объявления, мы рассказываем о новых направлениях. Мы рассказываем, что есть такая возможность у людей. Я думаю, что они читают и прессу. Есть социальные сети, они у нас тоже активно используют. И самые надежные – это социальные работники, которые идут к своему подопечному. Поэтому у нас есть такие рекламки небольшие, ну скажем так, памятки, правильно сказать, памятки. И они бросают почтовый ящик. То есть телефоны, название услуг, что, как можно получить. Маленькая, краткая информация для сведения. А скажите, вот вы сказали, два раза в год можно воспользоваться по 10 дней. То есть за какой период времени нужно обратиться, чтобы получить услугу? Или это все индивидуально? Да, конечно, индивидуально, потому что лучше, конечно, заранее. Заранее, хотя бы за две недели, курс две недели. Поэтому нам нужно, чтобы в запасе было две недели, чтобы набрать следующую группу. Но бывает, когда экстренно звонок, и мы включаем этого человека, потому что надо. Потому что нужно как можно быстрее начать курс именно оздоровительных процедур. То есть все индивидуально, да. Все индивидуально. Ну и я думаю, что в завершении нашей беседы сегодня, что бы вы хотели пожелать жителям нашего региона, в условиях того, что вы сказали, во всех муниципальных образованиях уже есть, именно в сельских территориях, есть такая услуга. Может быть, что-то еще должно появиться в санатории на дому? Может быть, социально ориентированный бизнес? Может быть, какие-то некоммерческие организации, чтобы приобщались вот к этому процессу, этому проекту? И, возможно, помогали или какие-то волонтерские объединения, которые тоже могут подключиться, помогать людям? Вы знаете, опыт работы волонтерского движения у нас есть, поэтому мы очень рады, когда наши активные волонтеры подключаются, помогают. Они пропагандируют здоровый образ жизни. Это тоже очень важно. Когда на своем примере они рассказывают об этом, они делятся своими впечатлениями, что я прихожу туда, мне стало лучше, я получила курс оздоровительных процедур, и это действительно работает. А что в наших силах, вы знаете, вот мы заметили, что физическое здоровье – это очень хорошо, но еще не менее важно – это психологическое здоровье. И на будущее мы спектр услуг санатория на дому будем расширять, и мы включим услуги психолога, потому что часто люди одиноки, и им нужна психологическая помощь, это очень важно. И вот мы думаем, что, я думаю, у нас это получится, и люди будут только рады, потому что услуги психолога, они востребованы. И, знаете, и тот же опять я говорю, возвращаясь к мотивации, это надо правильно построить, рассказать человеку, для чего ему это надо. Потому что если вы не будете этого делать, то это вот так. А если вы будете заниматься, если у вас будет положительный настрой, то все будет у вас хорошо. Поэтому проект санатория на дому – хороший проект, он действительно реально помогает людям, и он работает. Я думаю, что после нашего эфира очень многие захотят воспользоваться услугой санатория на дому, ну а те, кто захотят помочь, будь то волонтер, бизнес или какие-то иные организации некоммерческие, будут смотреть, как государство помогает своим гражданам, и в рамках реализации нацпроектов уже очень много сделано. Поэтому мы желаем вам успехов, конечно же, еще большего объема финансирования, модернизации вашей материально-технической базы, ну и, конечно, хорошие кадры и замечательного настроения для всех, кто работает в этом направлении. Спасибо большое. Санаторий на дому – это возможность обеспечить условия для максимально длительного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в домашних условиях. Дорогие зрители, у нас в гостях была Светлана Букреева, директор Изобильнинского центра социального обслуживания населения. Вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире. И, как всегда, оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин